12-й легкоатлетический пробег «Дружба» стартовал из польского Тересполя. Более 80 легкоатлетов, в числе которых и профессиональные спортсмены, и любители преодолели расстояние в 12 километров. Финиш состоялся на стадионе спорткомплекса «Бреске», и здесь героев дня встречали болельщики и организаторы. Большое удовлетворение. Сам в прошлом занимался профессиональным спортом. После большого перерыва решил на любительском уровне поучаствовать. Это испытать еще те чувства удовлетворения, борьбы, потерпеть адреналин. В числе участников и те, кто уже не раз показывал свои возможности в дружном пробеге, и новички, инициативы и легкоатлеты уверены, движение – это жизнь. Это эмоции, это здоровье. Вот уже остается пару метров, кажется, все, ты уже без сил, ты уже упадешь, но ты находишь в себе силы. Это помогает тебе в жизни, помогает тебе в работе, помогает тебе, в принципе, чувствовать себя сильным человеком. В текущем году участие в пробеге приняли дети, которые имеют особенности психофизического развития. Конечно, в сопровождении взрослых и с их постоянной поддержкой, но ребята стойко преодолели все этапы гонки. Это дети, которые участвуют уже в очень многих легкоатлетических соревнованиях. У них для этого есть специально оборудованные коляски и сопровождающие, которые постоянно на каждом соревновании их сопровождают. Их участие мы хотим показать, что легкоатлетические соревнования, они доступны всем. Это хорошее место для дружбы, искренних отношений. Тут не только дружба между странами, народами, а еще и между людьми, которые в обычной жизни занимаются разными делами. А здесь могут помочь, поддержать друг друга. Есть бегуны, которые могут пробежать всю эту дистанцию сами, а мы поддерживаем детей с инвалидностью, которых приходится поддерживать на старт до финиша. И это здорово. Нам помогают другие, приветствуют. В целом очень хорошие, положительные эмоции. Среди целей и инициативы поддержания дружеских отношений между народами Беларуси и Польши, развитие приграничных связей, пропаганда здорового образа жизни. Пробег имеет не совсем спортивный характер, в том плане, что победа или место на пьедестале почета – не главное. Вместе с тем оставить мероприятие без яркой финальности. В основной точке невозможно победителей призеры в личном зачете в своих возрастных группах, а также абсолютные были награждены памятными призами, медалями, грамотами и дипломами. Анастасия Стропкова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.